Девушки отдыхают Девушки отдыхают Станция Комсомольская. Переход на кольцевую линию. Поняли, да? Да. Я уже докатилась до того, что объявляла остановки в метро. Пускаемся во все тяжкие. Пробуем себя в разных жанрах. Недавно вот ездила в автобусе и развлекала приезжих в Москву. Это была экскурсия по Москве. Я развлекала приезжих. Думала, не получится. Получилось. Надеюсь, сегодня мы тоже обречены на успех. Так что начнем. Я так понимаю, это будет диалог. Так что не рассчитывайте, что я буду говорить одна и долго. Но вы не должны успеть соскучиться, а тем более заснуть. Потому что бывают такие случаи. Я ставлю на сцене и вижу, что передо мной сидит спящий человек. Это сначала меня повергало в страшные отчаяния. Я хотела сама убежать и больше никогда этим делом не заниматься. Потом поняла, что человек, наверное, очень устал. Я сама была несколько раз в таком положении, когда засыпала в театрах. От усталости. Ну что ж, я артисткой работаю очень давно. В последнее время более удачно. А поначалу это было по-разному. Чаще случались провалы. Ну, теперь вот уже многое предвижу. Многое могу предотвратить. Не совершаю так много ошибок в своей профессии. Думаю, что я уже могу себя назвать крутым профессионалом. Какие вы все сидите напряженные. Расслабьтесь. Так и мне будет легче. Мы можем разговаривать. Пожалуйста. Татьяна Григорьевна. Да. Как вы представляете современную женщину? И если это удобно, дали бы характеристику себе. Я, честно говоря, уже замучилась с этим отношением ко мне по поводу моей силы. Какой-то нечеловеческой, не женской. Во-первых, я обыкновенная самая. Бывают моменты, когда надо собраться, я собираюсь. И мне это удается. Бывают моменты, когда мне это не удается. Ну, вообще, женщины, я думаю, не только наши, а вообще женщины современные. Женщины стали, ну, опять это слово крутится сильными, оно ничего уже не скажет, мне кажется, нового, кроме того, что вот все имеют в виду. А женщины стали смелыми, стали, перестали бояться остаться наедине с неприятностями, там, с трудностями. И научились с ними справляться. Вот. Мне кажется, что постепенно это придет к нам. Вот такая культура не бояться быть одной и независимой. Думаю, я ответила на ваши вопросы. Уважаемая Татьяна Григорьевна, а почему вы не работаете в репертуарном театре? Не отпугивает ли вас и не угнетает ли то, что у вас нет постоянной крыши над головой в плане театра, в котором вы работаете как штатный работник? Сначала пугала, но, знаете, это вынужденная ситуация, это не потому, что я так решила и пошла наперекор всему, наперекор своей природе, своим привычкам, своей профессии. В общем-то, она предполагает, конечно, иметь свое место, иметь свой гримерный стол, иметь фотографии, которые лежат там под стеклом или висят. Это только твое помещение, твоя территория в театре, куда даже режиссер должен постучаться, прежде чем войти. Вот, это, наверное, очень приятно, но я уже про это забыла давно. В первое время я работала в театре «Сатиры» 13 лет, потом 10 лет в театре «Маяковского», потом в театре «Антона Чехова» я работала, может быть, лет 5. В общем, колоссальную жизнь я провела в таких учреждениях государственных, но не могу сказать, что это стало моей привычкой, потому что я очень легко от этого отвыкла. А помогли мне в этом сами театры, сами режиссеры, которые, в общем, время от времени меня оттуда просили уходить. А с тех пор я режиссеров не люблю. Потому что думаю, что это неправильно, я не такая актриса, с которой можно так легко расстаться, без которой можно обойтись. Уход мой – это потеря, так я думаю. И, тем не менее, на это шли, и я шла на это, и подписывалась каждый раз. Либо я писала заявление об уходе, со мной не прощаясь, его подписывали, естественно, я уходила. Либо мне сообщали, что я уже уволена по какой-то статье, там, за хулиганство, там, и прочее. Может быть, я, конечно, по своей натуре есть во мне какое-то такое качество, но оно сидит в каждом из нас, и я очень редко позволяю этому, так называемому, хулиганству прорваться наружу. И потом оно работает либо на меня, либо против меня, а не против кого более. Вот, поэтому так случилось, что я оказалась в свободном полете, в котором сейчас я пребываю, и мне этот полет, да, и нравится, во-первых. Во-вторых, я люблю летать. Лучше летать, лучше там, чем на земле. Хотя подмостки – это вещь земная. И я сейчас работаю в разных агентствах, с разными режиссерами, с разными актерами. Мы собираемся на один спектакль, и существуем столько, сколько существует этот спектакль. Как только спектакль перестает интересовать публику, так мы и разбегаемся. Мне кажется, что это очень правильный подход к этому делу. Мы никого не насилуем собой. Как только я понимаю, что зал не переполнен, для меня это уже первый звонок. Зал должен быть переполнен. Не полный, а переполненный. И последние лет восемь я имею такие залы. Ну, и это не потому, что я такая, в общем, великая, а потому что я научилась работать по-другому. Я понимаю, что если сегодня у меня будет неполный зал, завтра он будет еще более неполный, потом еще, еще, еще. И мне как бы делать здесь будет нечего. Моя работа должна быть обречена на успех. Я сама могу этого добиться, или я могу этого не добиться. Короче, я вот существую вот так. И это страшновато. Вот сегодня я, например, проснулась в холодном поту, мне стало страшно. Потому что я вдруг поняла, вдруг до меня, время от времени до меня это доходит, насколько это страшно, что я рассчитываю только на саму себя. Ну, есть друзья, конечно, есть мои любимые партнеры, которые меня всегда поддержат, и все прочее. Но в какой-то момент, вы сами понимаете, о чем я говорю, каждый из нас остается сам с собой. Можем идти дальше. Скажите, пожалуйста, на карьеру актера все-таки что больше влияет? Его характер или степень его таланта? Ну, думаю, конечно, и то, и то, и другое, но только не в равных степенях. Прежде всего, это талант, а дальше уже, конечно, хорошо, если ты умеешь общаться и не заноситься, и, в общем, понять, определить свое собственное место для того, чтобы не драться за него каждый раз. Это еще, кстати, вопрос о театрах, в которых это непременное условие существования в театре, когда ты стоишь в центре, а все остальные на 10 шагов от тебя. Я это все тоже прошла. И я была именно той, которая должна была отойти от героини, от Примадонны в театре. Я снималась в одном фильме, не буду говорить в каком, потому что сразу все понятно, будет расклад этот ясен. Я снималась в фильме, комедия, как всегда. И там снималась в главной роли актриса, хорошая актриса, но она мне все время говорила, значит, смотри, вышла я, отсчитаешь до 10, пойдешь ты. То есть мы никогда с ней вместе в кадре одновременно не появлялись. Наверное, в этом есть какой-то тайный смысл, который мне до сих пор не ясен, но для того, чтобы скорее сняться и забыть об этом, я так и делала. Выходила она, потом появлялась я, а потом я поняла, я стояла на 10 шагов от нее, то есть я была далеко, я была ниже ее ростом, и так как-то я была фоном. Но фоном хорошим, достойным, так что я ее не подвела. Что касается, сейчас, секундочку, что касается меня, то мне кажется, у меня ангельский характер. Скажите, а что бы вы посоветовали поступающим в театральные вузы? Ну, во-первых, прежде всего этого не делать, постараться. Вот если уже совсем не можешь, и это твое заболевание, это твой, как говорят, диагноз. Хотя я работала и продавцом промышленных товаров, и на заводе работала, и в метро работала, и на почте работала. Ну, это все во имя того, чтобы, в конце концов, оказаться здесь. Я, там, лет, ну, наверное, с 12, поняла вдруг, что да, я артистка, и больше никто в этой жизни. Я сама из Ленинграда, и мы жили в коммуналке, ну, как многие тогда. Да, и у нас в квартире, то есть в комнате нашей, единственное было развлечение, это радио, такой радиоприемник большой такой вот, черный, страшный. И оттуда время от времени доносились страшные звуки. И когда я оставалась одна дома, мне было, я очень боялась этого репродуктора, но в то же время боялась оставаться и без него, потому что это было уже полное одиночество. Я его включала очень громко, чтобы мне было не страшно. От этого мне становилось еще страшнее, но подойти к нему и выключить я тоже не могла его. В общем, у нас была такая прямая зависимость друг от друга с этим репродуктором. И вдруг однажды звучала музыка очень красивая, и я стала плакать, и плакала очень долго, пока она не закончилась. Я думаю, что такое, что со мной? Потом мне показалось, что я переживаю это так, как никто не способен больше. Значит, я какая-то вот другая. Это была первая, первый сигнал к тому, что мне нужно быть артисткой. Вот. Такое странное, такое какое-то странное на меня снизошло понятие об этом. Ну, а потом уже вот эти мурашки, такое ощущение не присутствия на том месте, где ты находишься, оно актерское. Здравствуйте. Бывали ли у вас какие-нибудь смешные истории? Расскажите, пожалуйста. Смешных случаев было так много, что это вся моя жизнь. Это один смешной случай. Вот я снималась в фильме в Финляндии. Это большая победа, что этот фильм не шел у нас. И я говорила там на финском языке всю картину, огромная картина. Я до сих пор не понимаю, кого я там пыталась играть, почему выбрали меня, почему режиссер приехал и сказал, что он будет снимать комедию, потому что вообще финская комедия тоже звучит несколько странно. Но тем не менее режиссер решил, что это комедия. И я играла главную роль какую-то женщину, которая занимается бизнесом и прочее, у нее всякие сложности. Масса текста какого-то совершенно немыслимого про какие-то опилки, какие-то я должна была использовать в каком-то деле, какие-то краны, которые должны увозить эти опилки. Ну, в общем, бред полный совершенно. Но у меня был свой переводчик, который со мной работал накануне. Все отдыхают, гуляют, я сижу с переводчиком, долблю этот текст, чтобы я хотя бы давала себе отчет, что я говорю. Было такое одно слово, которое начиналось на одной строчке и заканчивалось внизу страницы. Одно слово. По-русски это подъемный кран, а по-фински... Да. И потом я поняла, что я сдаюсь. Я больше не могу говорить по-фински. И по-русски тоже. Я просто не могу говорить. И я тогда... Оператор был наш, русский, из России. Я говорю, помоги мне. Что мне сделать? Говорю, знаешь что, давай так, пока он не видит. А режиссер страшный был человек, вот такой, немножко нездоровый, я думаю, и злой какой-то, вот и какой-то маньяк просто. Вот один из тех режиссеров, которых я терпеть не могу. Более того, он подглядывал за мной, когда я переодевалась, какой-то чокнутый просто. И при этом ему было, ну, наверное, лет, ну, ну, к семидесяти точно. Но очень здоровый человек, такой физический, очень крепкий. Когда первый раз он меня пригласил приехать туда на пробы, он говорит, я затоплю баню, ты должна попариться обязательно. Я говорю, ну, хорошо. Думаю, может, такой обряд у финской интеллигенции, может быть, надо попариться сначала, чтобы начать разговаривать, так сказать, о роли и так далее. Мы должны быть чистыми в искусстве. Вот, он затопил баню по-черному, там темно было, страшно. Я никогда в жизни не была в такой бане, там было все в саже. И вот я сидела там до потери сознания в этой бане, потом поняла, что я сейчас умру просто. Дверь заперта, я ее выбила как-то и побежала, вот в чем мать родила, я побежала к реке или там озеро какое-то было прямо вот вниз. Скатилась туда ковырем, отошла, пришла в себя, поняла, что я все-таки осталась в живых. После этого омовения выхожу из себя и понимаю, что никого нет, мы в лесу. Выхожу, и первый, кого я вижу, стоит режиссер, который на меня так смотрит, изучающий. И потом я зашла в баню, смотрю, он и в окно смотрит, вот в это вот темное какое-то, этот его лик я никогда не забуду. И тогда мне уже понять, что надо бежать оттуда, бежать на родину. Ну, думаю, может быть, это я какая-то чего-то не поняла, и мы начали снимать эту картину. Короче, мы придумали с оператором, что я буду писать текст русскими буквами на камере, там, на голове у оператора, на руке у оператора, он не должен был двигаться в этот момент. Он плохо видел, это было мое спасение, режиссер, потому что иначе он бы рассверепел страшно. Думал, что я ночами учу, что я зря деньги не получаю, это очень волновало, чтобы, не дай бог, я вот не получила больше, чем я заслуживаю. Наступает последний съемочный день, мы приехали в Лапландию, откуда родом Дед Мороз. Холодно примерно, как вот накануне Нового года. Мы снимаем, естественно, летнюю сцену, ну, вы все знаете, как в кино это все делается. Мы снимаем лето. На мне тончайшая блузочка, босиком, естественно, ледяной песок со льдом просто, вперемешку уже нагнали лебедей в море, которые тоже остекленели и вот так вот застыли, потому что плыть некуда, потому что море покрывается льдом около берега. Вот. Ну, я должна изображать, что лето, я бегу к своему любимому человеку, все равно мне должно развиваться, прыгать на него, кричать, какие-то слова и фразы. Тут я попросила уже, поскольку я далеко убежала от камеры, я попросила, чтобы натянули большой транспарант и написали большими буквами текст мне. Потому что я бегу-бегу, потом он меня берет на руки, я поворачиваюсь и говорю этот текст весь. Монолог последний в этой картине. В это время, пока я бежала туда, к своему любимому, режиссер увидел этот текст, просил свернуть этот транспарант, сжечь у него на глазах, и я к своему мужу поворачиваюсь и не вижу ничего, кроме артиста финского. Вот. Мы с ним страшно рассорились. Он сказал, что он больше перениматься не будет, чтобы меня срочно отправили на родину, и я сама на электричке добиралась, в общем, до Хельсинки, потом до Москвы. Бывают всякие такие истории, но я думаю, что я что-нибудь веселое тоже придумаю, не отчаивайтесь. Скажите, а что помогает вам понимать своих героинь? Что помогает? Ну, я думаю, жизнь. Тут, знаете, такой взаимообогащающий процесс происходит, такая диффузия. Эти люди входят в меня, я вхожу в них, как это тоже мне не пугающе звучит, но все героини, все их истории приходят ко мне. Все, что я сыграла, все в результате я переживаю в жизни. Мне кажется, что я, когда берусь за какую-то роль, я в себе всегда найду качество этого человека, черты его характера. Я в себе их обязательно найду, но это не значит, что это буду я. Они во мне спят, но они должны... Я их должна пробудить в себе. Потому что я актриса, ну, как раньше говорили, характерная, хотя и такая у меня внешность не очень характерная. А раньше была больше характерная. А сейчас вот такая почти уже героическая. Поэтому я и пришла уже в жанр трагикомедии. Вот в институте, когда я училась в школе-студии МХАТ, в основном я играла такие маленькие эпизодики комедийные. И я это очень люблю. Люблю цирк, комедию, бафонаду. Идти, в общем-то, туда, куда не ходят артистки. А мастерство, это даже, знаете, когда... Вот через пять минут тебе выходить на сцену, так я себе определяю. Раньше мне нужно было за час прийти, за полтора, за два на спектакль. Готовить себя, особенно к королям, которые я не знала, как играть в первой роли в театре сатиры. Это был полный ужас. И я приходила, я себя настраивала, я рыдала, я вспоминала всех в гробу. Себя тоже туда укладывала часто, для того, чтобы это пережить, для того, чтобы нажить, чтобы выйти уже готовой сыграть что-то очень страшное и печальное. Это было настолько ужасно. Иногда я выпивала рюмку книг Каза, что мне тоже все время писали какие-то выговоры. Я не знала, куда мне бросаться со своим неумением. Это не потому, что я была слабая артистка. Во мне все было то же самое, что есть сейчас. Но когда режиссер перед тобой не ставит четкую задачу, зачем ты выходишь на сцену, и если это все держится на эмоциях, которые на премьере есть, а через три дня их нет, ты остаешься просто ни с чем. Поэтому каждую секунду я у режиссера спрашиваю, зачем я тут стою, зачем я туда пошла, почему я здесь это говорю. Ну, не каждый режиссер мне ответит. В основном, конечно, нужно и самой знать это. Но режиссер должен это знать тоже. Скажите, пожалуйста, какие роли для вас в кино и на сцене были самыми любимыми? В кино нет таких ролей у меня любимых. Есть только досада какая-то. За все, что я наснималась, так много фильмов, вот я их хватала, мне все было, я была очень жадная. Я все хотела, я все боялась, что меня перестанут снимать. Я вообще не понимала, почему меня вообще снимают. Я думаю, что в кино я еще просто не нашла свою зону. У меня ее там нет. А что касается театра, у меня в моем репертуаре сейчас, по-моему, 8 или 9 спектаклей, названий 9. Это много очень. И антроприза не выдерживает такого количества. И надо бы отказаться уже от каких спектаклей. Но когда я вижу, что они собирают залы, полные залы, я думаю, нельзя, это грех. Раз люди приходят, раз людям это нравится, я должна продолжать это играть. Хотя уже пора отказываться. Тут спрашивают, кто мой любимый партнер. Мой любимый партнер Валера Гаргалина, он тут присутствует. Зачем он пришел, я не пойму никак. Так и знаю. Ну вот, что случилось? Текст. Валер, видишь себя, я так не могу тоже. Заходи, лапонька, я так плохо. А что случилось? Да ничего, все плохо. Ну и плохо, но что, хорошо, что плохо. Да, ну тебя. На работе, что ли? И на работе. Или с мужиком? И с мужиком, все плохо. А там хорошо. А там хорошо. Наталья, ты умеешь, знаешь, я уже давно внимания не обращаю на твои, вот, на эти. На что, почему? Что, почему? Не обращаешь внимания. На что? Ну, на эти. А на что ты не обращаешь внимания? Да пошла ты. Заходи, лапонь, садись. Не хочу, что ты мне звонишь? А кому еще? Звони 250-0049. А кто это? Тебе плохо? Ну и что? Вот туда и звони. Да он себя. Не верит. Ну я же вижу по твоим глазам. Что ты видишь? Все. Я не могу встать, чтобы тебя поцеловать, Валера. Я в проводах. Тогда стоп. Я хочу сказать, что это огромное счастье в моей жизни, и актерское, человеческое, проводить... Вечера со мной. Вечера с тобой, да. Нет, именно секунды, именно секунды сценического существования. Я считаю, что это счастье, которое пришло только ко мне. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот что касается Валерия, я хочу сказать, что неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы не этот человек. Потому что он меня подобрал, когда я уже была как бы изгнана из разных театров разными любимыми режиссерами. И вот Бог меня послал этого человека, поэтому я вам советую никогда ничего не бояться, а Бог нас не оставит. Мы встретились в Ялте, и Валера приехал туда отдыхать с семьей, и я тоже пыталась это сделать. И, ну, отдыхать я не умею. И вдруг я смотрю, вот сидит человек, который все время смеется. Все время, по каждому поводу. Очень симпатичный такой парень, думаю, идиот. Потом настал вечер, смотрю, он опять сидит, опять смеется. Я рассказывать анекдоты не умею, я не могу даже рассказать какую-нибудь смешную историю, я могу только ее сыграть на сцене. Анекдот могу сыграть, будет смешно, но рассказать я ничего не могу. Во-первых, я тут же забываю, во-вторых, это не смешно, а во-третьих, когда мне рассказывают анекдот, я 10 раз спрошу, и анекдот уже не имеет никакого смысла. Вот, Валерия это знает. Но когда я стала рассказывать анекдоты вечером Валера, я хохотала тоже как безумная, потому что это было ужасно смешно. Меня насмешить очень трудно. Я в основном впадаю в какой-то транс постоянно, и меня насмешить трудно. На спектакли, там, где угодно, в жизни, этот человек меня рассмешил. И я тогда поняла, что если этот человек будет со мной, то мне нечего бояться. И так и получилось. Я Валеру пригласила на первую постановку, на первый спектакль, который называется «Ну все-все-все», который мы играем уже в восьмой сезон, и никак не можем бросить его играть. Это было вот несколько фраз из этого спектакля, и он, в общем-то, из таких очень простых, немудреных фраз и мыслей состоит. Вот, пьеска, прямо скажем, слабенькая, но я подумала, что, тем не менее, мы должны в чем-то соединиться. И мы соединились в этой пьесе. И играем мы давно уже не эту пьесу, хотя произносим этот текст. Бывает такое, когда мы играем совершенно другую историю. Она общечеловеческая, она про всех, и про мужчину, и про женщину, и вообще про всех. Она близка всем. Люди смеются и плачут, это трагикомедия. Ну, все остальные спектакли у меня тоже связаны с Валерием. Сейчас мы затеваем новую работу. Подвернулась вот так вот, мы ждали-ждали, пришла к нам пьеса. И думаю, что мы и название ее сохраним. Она называется «Люби меня, как я тебя». Потому что название не замысловатое, но это пьеса о вечном. Не о любви мужчины и женщины, а вообще о людях. И есть в этом хорошая очень доля абсурда, клоунады и драмы. Простите, можно вопрос? Когда вы чувствуете себя счастливой? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Счастливая я чувствую себя очень редко. Чаще всего я заставляю себя это делать и рассказывать, какая я счастливая. Ну, я думаю, что любой человек нормальный, он не может постоянно быть счастлив. Есть какие-то мгновения, та же и у меня. Когда, например, на сцене приходит вот это вот ощущение, знаете, которое трудно вообще это передать, невозможно это объяснить человеку, который не артисту, когда ты вот в том полете, о котором я начинала разговор. Когда ты понимаешь, что ты владеешь, там, тысячи людей в зале, там, полторы тысячи, восемьсот человек, но не меньше. Когда они существуют как один человек, и он абсолютно находится в твоей власти. Но, естественно, эта власть не подавляющая, а власть возвышающая человека. И когда это происходит, это счастье. Счастье возвращаться домой после удачного спектакля. Счастье, когда есть люди, которых ты любишь. Когда есть работа, которую ты любишь. Та же, как у всех у вас. Татьяна Григорьевна, была фотография, вы на свадьбе у Андрея Миронова. Мне бы хотелось узнать, вот, ваши отношения с этим великим артистом. Ну, вы знаете, вот у меня такое было везение, одно из везений. Когда мы с Андреем работали в театре «Сатиры», я пришла. Он там уже лет семь работал к этому времени. И мы с ним практически играли во всех спектаклях. Я была его постоянной партнершей. Я не думаю, что он был в восторге от меня, как от партнерши. Наверное, он хотел бы другую. А я не его женщина. И я вообще женщин очень немногих, честно вам скажу. Конечно. Вот один, пожалуй, и все. И хватит. И хватит, да. Но я видела, как надо, конечно. Служить театру и искусству. В лице Андрея я это видела, я это понимала. Так никто. И до сих пор, я не знаю, ни одного актера, который бы так работал. Так самозабвенно, так безумно. Как его не хватает. Это я очень хорошо понимаю. И его, и... Папанова. И с Андреем мы играли... Горе от ума Грибоедова. Я играла Софию. Тоже мучилась страшно. Вот все роли были как будто на него написаны. Все роли были написаны не на меня как будто. Это была пытка. И первый раз я очухалась, когда мы репетировали «Ревизора». Я репетировала Марию Антонну, он Хлестакова. И тоже как-то я была очень зажата поначалу. И он меня посадил на стул. Говорит, давай, старуха, давай, в конце концов, уже хватит изображать из себя бездарь. Давай. Ты должна. Или сейчас ты состоишься, или никогда. Говорит, давай, знаешь, вот начнем с того, что... Вот она такая большая, крупная такая, тяжелая девушка. В каком-то селе они живут, в каком-то забытом богом. И какие страсти ее раздирают, вот это вот существо наивное, которое не читало книг, которое... Только понимать, что это существует где-то. И это надо куда-то применить. И вот появляется вот этот вот человек, на котором она вдруг сфокусировалась. Хлестаков. И она понимает, что это ее мечта. Она не смотрит, какой он, подходит ли он ей. Выше, ниже, там, так сказать, сможет ли он ей что-то дать. Как мужчина. И ее это не волнует. Это он. Она так для себя решает. Но это не только... Мы с ним вместе это все придумывали. Вот он меня посадил на стол, говорит. Вот попробуй, знаешь, дыши, как будто... Ты огромная гармонь. Или баян. Лучше. Дыши, и чтобы это дыхание было слышно. Потому что ее распирает то, что в ней накопилось. Женская. И она не знает, что с этим... Как с этим быть. И он говорит, вот дыши. И я задышала. А-а-а. 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 И вот мы с ним сделали сами сцену самостоятельно. Одну нашу самую главную сцену. Объяснение его в любви. Сначала мне. Потом он объясняется тут же маме моей. А-а-а. Ане Андреевне. И он тоже не очень-то понимает, как к этому большому телу пристроиться. Но ему надо, надо как-то тут. Его тоже понесло. Не только потому, что там... Он без денег, и они... И здесь он может их получить. А потому что его тоже как-то повело к ней. И вот они два существа, которые не знают, как пристроиться друг к другу. Единственное, что мне пришло в голову. И предмет, отдаленно напоминающий тот, о котором она мечтает, это его нос. И я стала ловить этот нос все время. Вот так вот брать его за нос и тянуть. И получать от этого какой-то, грубо говоря, ну, что-то напоминающее отдаленно оргазм. Это для этого она брала этот нос. И ей больше ничего не надо было. И мы кружились в каком-то танце. Потом я начинала его избивать. Потому что во мне очень много в ней, в этой девице, очень много накопилось энергии, и которую некуда деть. И никто не знает, как ей помочь с этим. И на этом вот мы провели вот эту любовную сцену, которая обычно играется там. Сидит какая-нибудь девочка в кудельках, Марья Антонна. И он, можно к вам поближе, можно от вас подальше. А у нас летали стулья. Он даже от меня вот так вот прятался. Андрей. Потому что я пыталась все время схватить его за нос, оторвать, в конце концов, этот нос. И когда мы показали Плучику, то это все, Плучик принял. Эта сцена целиком вот так вошла в спектакль. Так что у меня с Андреем связаны самые, самые лучшие воспоминания. И, к сожалению, вот я не могу с этим смириться, что его нет. Я просто страдаю от этого страшно. Такой вот партнер у меня был. Да, вот спрашивают, если придет волшебник, то что я у него попрошу? Я думаю, он уже приходил. Потому что я думаю, что у меня есть то, что я хотела бы попросить. У него осуществление моей, моей актерской жизни. Я имею детей. Я их хотела. И третьего нет у меня желания. Третьего надо уже подумать. Я подумаю. Наверное, оно еще не исполнилось. Как я отношусь к женской дружбе? Последнее время с большим подозрением. Больше люблю дружить с мужчинами, именно дружить. А женщины редко выдерживают мою дружбу, потому что я слишком много сразу отдаю себя. Принадлежу полностью своей подруге, полностью под нее подстраиваюсь. Очень хочу ей понравиться, своей подруге. Очень хочу, чтобы она на меня рассчитывала. Очень хочу ей дать денег в долг. Очень хочу, чтобы она поняла, что я для нее готова на все. А это большой грех, потому что люди не выдерживают такого натиска, даже любовного, даже такого истерического. Вот я такая. В дружбе я сумасшедшая. Таня, ты знаешь, пришла записка, чтобы я ответил на вопрос. Ты позволишь? Конечно, конечно, иди сюда. Вот написано, Валерий, расскажите, как Татьяна вас кормит. Ну что, пришло время сказать всю правду об этом. Потому что ведь не все же знают, как ты меня кормишь. Да, расскажи, кстати. Это первый раз я такой вопрос слышу. И очень, очень справедливый. Потому что Валера целиком на моем иждивении. Дело в том, что мы с Татьяной Девиной очень много проводим времени вместе. На гастролях, ездим по разным городам и весям. Где не везде можно поесть. По-человечески. И Таня знает мою эту особенность. Я очень страдаю, если я... Потому что ты очень много ешь. Да. Я ведь и хочу много есть, а ты ведь живешь совсем по другим законам. Потому что Таня не только великая актриса, но она еще... Спортсменка. Спортсменка. Комсомолка, как говорят. Вот. И она вот ничего не ест, а я ем все. И вот это проблема. Вот это парадокс, он перед вами. Я ничего не ем, я толстею не подняму по часам. Он ест все. Макароны с хлебом, с сахаром, кусками закусывает. И ничего со мной не делается. И ничего с ним не делается. Совершенно героические поступки по отношению ко мне. Несмотря на ее отношение к еде, она... Я сыт по горло. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, есть... Вы знаете, есть такой предмет в моей жизни, который живет, в общем-то, со мной неразлучно. Это вот мой рюкзак на колесах, который ездит со мной везде. Он красного цвета, его потерять нельзя. Специально он куплен красный. Вот. Потому что без него наступает смерть. Мгновенная. Я вожу с собой минеральную воду, я вожу с собой... Ну, я не потому что сумасшедшая, я потому что реально смотрю на вещи. Все может случиться, как говорит одна из моих героинь. Неизвестно, что случится. Вот, кстати, очень хорошая фраза. Неизвестно, что случится. Вот эта вот роль из спектакля «Золото», где Валерий играл моего сына. Валерий играет то любовника, то мужа, то сына, то... Просто тумбочку. А? Просто тумбочку, да, в моей комнате. Вот. И Валерий... Играл в этом спектакле моего сына. Это еврейская пьеса. Я там играла мать. И вот к разговору о том, что я... Как я соединяюсь со своими ролями, они, конечно, во мне живут. Я там играю страшную мать. Страшную. Она может своих детей просто довести, свести с ума. Может закормить до смерти. Может... То есть у нее нет никаких сдерживающих центров. Ее безумного совершенно к ним... Ну, любви-то ничего не сказать. Вот страсти какой-то. Она их любит, как вот львица, тигрица любит своих. Она над ними давлеет. И они из-под ее вот этих когтей выйти не могут. Во мне это тоже есть, конечно же. Вот. Сейчас я постепенно из ангела превращусь. Страшного дикого зверя. А сейчас мне предложили играть в кино. Я буду играть в Айну Раневскую. Уже все утвердили меня. Это моя любимая актриса, как вы понимаете. И вот привалило мне такое счастье. Вот к вопросу о счастье. Вот в этом оно тоже заключается. Как я ее играть буду, не представляю. Ну, грим уже сделали. Так более-менее... Вроде бы отдаленно. Что-то такое есть, какое-то сходство. Но очень отдаленное. И я подумала, что, наверное, не нужно нам этим... Особенно увлекаться. А надо просто о ней заявить. Чтобы она не канула вот так вот. Как уходят актеры. И никто о них не вспоминает. А это та актриса, которая всегда должна быть среди нас. И вслед за этим еще одно предложение. Мучительное очень для меня. Вот Валерий знает. Сыграть 98-летнюю старуху. Вот в таком виде ко мне пришел кинематограф. Ну, я люблю такие эксперименты. Но здесь сложность заключается в том, что я должна действительно выглядеть на столько лет. У нас почти сто лет. И от этого никуда не денешься. Потому что эта женщина была подругой Модильяни, Вертинского. Всю молодость провела в Париже. Она скульптор. Очень интересная личность. И вот как с этим справиться, не знаю. Пока ничего не получается. Пытались сделать мне грим. Но я не далась. Потому что нужно сделать такую, знаете, посмертную маску сначала. Снять с лица. А потом уже на ней лепить старческий грим. На это уходит масса времени. Потом у меня клаустрофобия. Я сразу начинаю умирать. И маска от них не получилась. У меня большой надежды нет, что я буду там сниматься. Но мне бы хотелось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Татьяна Григорьевна, принадлежит ли вам идея сыграть Марию Калласа? Или вам предложили эту роль? И поподробнее об этой роли. Спасибо вам большое. Это... Нет, мне предложили. Предложила агентство, очередное агентство, независимый театральный проект. Вот эту роль. Это пьеса, очень трудная пьеса. Это монопьеса. Я играю там. Ну, я ее не играю, конечно, Марию Каллас. Даже как я не буду играть Файну Раневскую. Я играю свое собственное отношение к этой певице. Идет урок преподавания, мастер-класс. Но она не столько учит петь, мне так показалось, и так мне было ближе, как бы я вот учила учеников. Не столько их играть правильно там. Этого научить нельзя. Хорошо играть. Этому и научить нельзя. Им можно дать те же самые общечеловеческие навыки, которые им очень помогут. Может быть, она так и не преподавала. Может быть, она не позволяла себе так вести себя с артистами, с учениками. Но я знаю, что в ней это сидело. Она была зверь. Она была, она била, пардон, по интимным местам своих партнеров, чтобы первой выйти и покланяться. В ней это сидело. И я это чувствовала, я это видела. Я много просмотрела с ней фильмов, прочитала про нее все, что написано. И мне это в ней очень нравится. Вот это вот такое хулиганство, деспотия. Потому что она великая. Она могла в ученике, она его сначала, так как я себе это поняла, но мне так захотелось. Мне кажется, что она бы меня не поругала за это. Она сначала этого ученика топчет. Он приходит с голосом, он выносит этот голос и начинает петь по всем правилам, тем голосом, который ему кто-то поставил. Я начинаю говорить, что ты вообще этим не должна заниматься. Ты там. Артисту надо там поваляться сначала в грязи, прежде чем лететь к звездам. Это ее фраза. Там поваляйся сначала. Сейчас я тебя там поваляю. Ты сейчас там. А потом ты будешь петь. Сейчас вот. Когда я из тебя сделаю ничто. И потом ко мне приходили люди тоже, которые работают в оперных театрах, говорили, вы знаете, у нас точно такой педагог. Как вы это узнали? Как вы что, были знакомы? Я говорю, вот точно так же. Она на нас так кричит. Она на нас так обзывает страшно. Но мы ее так любим. Мне показалось, что это правильный путь, правильный подход. Но, к сожалению, этот спектакль мы играем очень редко. И мне очень трудно редко играть, потому что огромное количество текста. Я каждый раз боюсь его забыть. И каждый раз начинаю с паники. И пока я приду в себя, в общем, полспектакля уже проходит. Если бы чаще его играть, было бы лучше. Но я, тем не менее, очень люблю. Он необычный спектакль. Он, конечно, на подготовленную публику. Но мне радостно, что и неподготовленная публика его смотрит, и ей нравится, и они не уходят. А начинали мы этот спектакль. Сейчас последнее, что я вам расскажу. Очень забавная вещь. Мы начинали играть этот спектакль. Поехали его обкатывать в какую-то деревню под Москвой. Луховица или Луговица есть что-то такое? Луховица. Сто километров от Москвы, по-моему, что-то такое. Мы поехали туда. Я трясусь страшно. Маленький клуб такой. Двери открыты. Настя же все время на сцене. Двери открыты. Лютая зима. Двери открыты. Закрываются какие-то дети румяные, сопливые. Бегают на сцену. Смотрят, что тут происходит. Их кто-то выгоняет руками. Толкает, обзывает их. И в зале сидят люди такие. Они распаренные. Пришли, потому что там замерзли. Бесплатный спектакль. Все. И посередине сидит такой старичок. Господи, я как его увидела, я думаю, все. Я играть не могу, потому что я сейчас буду радать. Сидит. У него вот так вот ухо повисло одно. У этой шапки нашей, как ушанка. Вот так вот ухо висит. Вот таким я себе дед щукарь такой вот у Шолохова. Такой вот лик у него, прямо вот божье такое личико. Вот он сидит такой вот. И тоже румяный такой, хорошенький такой старичок. Вот так вот сидит, головка. Вот так вот смотрит. Не смотрит, он мне закрыты глаза и спит. Сладко-сладко. И чуть-чуть похрапывает. И я вижу, что ему так хорошо. А у меня начинается спектакль. Я говорю, значит, те, кто кому что-то не нравится, кто меня не слышит, тот может уйти. Или кто вообще тут, мол, глуховатый, то перебирайтесь вперед. Вот. И люди, значит, по наивности свои начинают бежать сверху вниз, падая, давясь. А если здесь нет места, они тут все оказываются, их начинают снова рассаживать. Потом я прошу погасить свет. И там в этом зале, естественно, там есть один выключатель, который выключает свет или включает свет. Такое освещение, незамысловатое. Вот. Я говорю, я попросила бы выключить свет в зале, потому что я так не могу, когда я вижу лица, я так не умею, мне там вообще все. Я не хочу вас видеть. Выключите свет. Я говорю, кто может выключить свет в зале, в конце концов? Они так все перепугались. Я начинаю все громче, все власти больше в моем голосе металла. Я говорю, кто может выключить свет в этом зале? И одна женщина говорит, ой, не волнуйтесь, не волнуйтесь, Татьяна Григорьевна, сейчас я его найду, сейчас. Вася, 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 выключи свет, Вася, ты где? И начинает плакать, просто бегать по залу, и все, ну что ж такое? Ну где же этот выключатель? И такое смятение в этом зале началось. Я думаю, господи, это первый спектакль, неужели будет так всегда, за что это мне? Они начинают, все побежали со своих мест. Один этот сидит и, улыбаясь, сладко спит. Потом, наконец, выключили свет, и я говорю, огромное спасибо. Говорю, все, вот теперь мы можем начинать. Я говорю, значит, вот этого товарища, который спит, все так, о-о-о, увидели, что он спит. Я говорю, не будите, не вздумайте, пусть человек отдыхает. А, хорошо, мы не будем, хорошо. Так все от него отсели подальше, тетеньки, все, все всерьез. Это был такой наив, это была такая, вера была в эти обстоятельства, которые придуманы автором. И я поняла, вот, вот живые люди, вот они пришли, они не знают ничего. Они знают, что там, ну вот Василия, вот она снимала «Самая обаятельная и привлекательная», в лучшем случае. А может, и этого не знают. То такая Мария Калас, естественно, это абракадабра какая-то для них. Вот. И все равно, они так слушали, они так полюбили, они от этой музыки, они думали, что будет какая-нибудь, вот, знаете, вот, типа, ну, вечера попоем все вместе, как вот люди собираются. У меня и такие были встречи творческие, я пела с людьми, все. Ну, как говорится, хозяин-барин, они меня пригласили, что бы вы хотели, а давайте поем? А давайте. И поем песни. У меня со слухом не очень, но я в микрофон, они мне подъехали, только я сама не смогу, давайте вместе. Весь зал пел песни. Мне потом стыдно было, ужасно. Думаю, боже мой, я уже сошла с ума. Ну, что ж, надо играть какие-то роли, что я делаю? Надо какие-то отрывки, надо какие-то сцены, какие-то сцены из кино показать, что, почему я пою сейчас. Какое счастье, что меня сейчас никто не видит. Зал счастлив. Поэтому вот я хочу вам сказать, что, конечно, мы для вас. Если не будет вас, то зачем нам вообще этим заниматься? Поэтому все это делается только для вас. И из любви к вам. И там, понимаете, вы такие еще хорошие все. Прямо вот не знаю, что с вами делать. Вот вы любите и любите артистов. А артисты, народ такой, что их залюбить очень просто. А артисты потом как бы привыкают. А, и так сойдет. Вот. Так что вы будьте потребовательнее к нам, чтобы мы не расслаблялись так особенно. Любите, конечно. Спасибо вам большое. И я всегда-всегда буду рада для вас играть. И судите строго. Потому что я это тоже учитываю. Я должна быть для вас на высоте. И вы должны со мной оказаться там же. Так что огромное вам спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Очень спасибо. 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 Дорогие друзья. Я, знаете, великий маэстро Федерико Феллини когда-то однажды поделил весь мир на клоунов, на рыжих и белых. Но я знаю, что в этом мире есть еще один человечек, который умудрился соединить в себе сплав грустного белого клоуна и рыжего с радостной душой. Спасибо большое. Станция спортивная. Следующая станция – Воробьевы горы. Станция – Воробьевы горы. Следующая станция – университет. Станция – университет. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Это конечная станция. Не хочется с вами расставаться. Не грустите. До встречи на обратном пути. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok